Библейский портал экзегет.ру представляет В 31 главе мы видели, что Лаван гонится за Иаковом, но все заканчивается мирно, ничего Лаван не находит, в чем он обвинял Иакова, они заключают договор, но вот только-только закончилась погоня одна, и Иаков теперь встречается со следующим искушением. Мы помним, что он возвращается к себе домой, но там не совсем дружелюбная по отношению к нему со стороны его старшего брата Исава обстановка. Как действует Иаков, что это значит для нас в нашей жизни, его поведение, и как мы можем научиться добродетели, которые рассказывают Священное Писание в образах Ветхого Завета, который есть детоводитель ко Христу. Итак, мы читаем с вами 32 главу с 1 стиха. Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии, Иаков увидел их и сказал, это ополчение Божие, и нарек имя месту тому Маханаем. И послал Иаков пред собой вестников брату своему Исаву в землю Сиар и область Едом, и приказал им, сказав, так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Иаков, я жил у Алавана и прожил до ныне, и есть у меня валы, ослы, мелкий скот, рабыни и рабы. И послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими. И возвратились вестники к Иакову и сказали, мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним четыреста человек. Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывший с ним, и скот мелкий, и крупный верблюдов, на два стана. И сказал, если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спасется, может спастись. Вот такая история, как я уже сказал, одни только искушения прекратились, только сзади все осталось, теперь его ожидают все спереди, и мы видим, что куда он идет. Так бывает в жизни и христианина, когда только, казалось бы, миновали какие-то искушения, вот мир, вроде бы и покой, и снова какие-то искушения ожидают впереди. Но мы помним утешительные слова апостола Иакова, которые я уже как-то приводил. Он пишет так, с великой радостью, говорит, братья, принимайте, когда впадаете в различные искушения, потому как через искушения Господь вас заделает терпение, через терпение дает вам благодать, дабы вы были без всякого недостатка. Видим, что в первом стихе сказано, что Иаков пошел путем своим и встретил его ангелы Божии. Почему ангелы Божии встречают его? Вот что по этому поводу пишет преподобный Ефрем Сирин. «После того, как разлучились Иаков и Лаван, встретили Иакова ангелы Божии, и этим давали разуметь Иакову, что если бы Лаван не послушал Бога, явившемуся ему вечером, то на следующее утро и он, и все бывшие с ним были бы умерщвлены рукою ангелов, хранящих Иакова. Ибо так, при пришествии его, как и при возвращении, Бог показывает ему ангелов, удостоверяя тем самым, в сказанном ему, «Я пойду с тобою, я выведу тебя обратно». «Полчища ангелов» было также показано Иакову для того, чтобы он не пугался Исава, потому что сопровождающего многочисленные тех, которые идут с Исавом». Да, здесь конец цитаты Ефрема Сирина. Как мы прочитали, что Исав, когда узнал, что навстречу ему идут 400 человек, он очень испугался и смутился. То есть это было 400 человек воинов. Он понимал, что у Исава не совсем дружелюбный настрой. И тому была причина, хотя Исав в этом виноват сам, сам по легкомыслию свое продает первородство. Но тем не менее, когда гнев затеняет разум человека, человек забывает, что он, в общем-то, виновник всех своих грехов и старается всегда грех свой или то, что он потерял, найти виноватого не в себе, не в своем внутреннем состоянии поведения, а в ком-либо другом. Поэтому так Христос на горной проповеди и говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем не видишь. Вынь, говорит сначала, сучок из глаза твоего, и потом узнаешь, как вынуть бревно. Здесь действительно Исав идет ему навстречу явно недружелюбно, но ангелы Божии, как пишет преподобный Ефрем Сирин, является ему. И Бог говорит ему через ангелов, что он будет его сопровождать, чтобы он не боялся идти в дом свой. Когда Иаков идет в дом, мы знаем, где наш дом, дом наш на небе, в Царстве Христа. Поэтому множество, какие бы искушения нам не встречались, ангел, тот хранитель, который дается нам при крещении, он всегда сопровождает нас, он всегда хранит нас, лишь бы только мы сами своими греховными подступками не отступали от него. В житийной литературе есть интересный такой рассказ, который говорит о том, как шел один старец и видел, что возле гостиницы сидит юноша, а этот юноша был ангел своего хозяина, ангел-хранитель. Этот юноша сидел и плакал. И тогда старец подошел и спрашивает у этого юноши, говорит, что ты плачешь? И тогда ему было открыто, что это ангел. И тогда юноша говорит ангел, я плачу, потому что мой хозяин сейчас взял себе блудницу и блудит с ней здесь, в этой гостинице. Тогда старец у него спросил, а что же ты не заступишься за него? Ты же ангел-хранитель. И тогда этот юноша-ангел ответил, не могу. Не могу заступиться, пока он не призывает имя мое, пока он не молится ангелу Божию, хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся мне прости. Пока он не призывает меня, я не могу нарушить его свободу, ибо сам Господь хранит свободу человека каждого, как сказано, где Дух Господень, там свобода. Но как только, говорит, призовет, сразу, говорит, этого смердящего беса, который стоит сейчас возле него, видя срам, который он творит, сразу этого смердящего беса, вонючего, я поргоню и поколочу. Примерно так, то есть побью его и поборать буду за своего хозяина. Поэтому, действительно, ангелы даются нам при крещении в укрепление наше, но только бы мы не оставляли, не отступали от правила Божия, от закона Христова. Итак, мы видим далее, что Исаф посылает впереди сначала рабов, и сказал дальше Иаков, Божий Отца моего Авраам, Божий Отца. Мы видим, что он начинает молиться, да, и когда опасность только его миновала, теперь другая. Мы видим, что Иаков и после Лавана, когда он заключил с ним мир, он сотворил благодарственную молитву. Теперь он просит молиться Богу о, чтобы Бог заступился за него, возвратись в землю твою. То есть он говорит, Господи, ты мне сказал, что иди в Царствие Божие, прообраз Царствия Божия, в землю обетованную, и я буду благодарить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сохранил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел от Итатардан, а теперь у меня два стана. Избавь меня. Мы видим, что Иаков так же поступает мудро. Он разделяет на два стана. Он говорит, если хотя бы один, то, может быть, второй спасется. Я вот знаю одного владыку, епископа, не буду называть его имени, когда он переезжал из одного места в другого, то он очень мудро поступил. Он одного оставил ректором, а другого настоятелем. Наверное, он очень хорошо изучает книгу Священного Писания, в чем я не сомневаюсь. И по примеру этого, чтобы его дело продолжалось, неизвестно, как там будет что. Конечно, там не идет речь какая-то прям уж в рожде, но предусмотрительность никогда не мешает. Если уберут хотя бы одного, то дело будет продолжать другой человек. Итак, Иаков молится. Избавь меня, говорит, от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благодворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской и так далее. И ночевал там Иаков в ту ночь и взял из того, что у него было, в подарок Исаву брату своему 200 коз. И далее Иаков здесь описывается, что он посылает дары навстречу брату своему. Он приказывает рабам своим, чтобы они шли. И когда поравняются с Исавом, если Исав спросит, что это, и приказал первому, как об этом сказано в 17 стихе, сказав, когда брат мой Исав встретит с тебя и спросит у тебя, говоря, чей ты и куда идешь, и чье это стадо пред тобой, скажи, раба твоего Иакова. Ибо это подарок, посланный господину моему Исаву. Вот и сам он за нами. Тоже приказал он говорить и третьему, и четвертому. И скажите, вот и раб твой Иаков за нами. Ибо он сказал сам себе, умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потому увижу лицо его, может быть, и примет меня. Здесь исполняется заповедь, слова, которые говорит апостол Павел уже в Новом Завесе. И говорит, приобретайте себе, и Господь эти слова говорит, приобретайте себе, друзей, богатством неправедным. То есть, что это такое неправедное богатство? Неправедное богатство — это то, что не может нас оправдать на страшном суде, поэтому называется неправедным, то есть неоправдывающим. То есть, все материальное составляющее, что мы не можем взять с собой. Часто некоторые студенты, которым я преподаю Ветхий Завет, они, и миссиологию, они, зная эти тексты Священного Писания, особенно те студенты, ну, не могу сказать, что ленивые, но по какой-то причине они много пропустили занятий, и как наступает какой-то праздник или экзамен, они, подобно Иакову, берут эти дары, приносят учителю, Андрей Иванович, мы хотели бы вас поздравить, вот у нас для вас тут Рождество. Я говорю, да-да-да, это все хорошо, но экзамен сейчас все равно начнется. И я человек добрый, но всегда я напоминаю, что справедливый. Дело есть дело, сказано, что дело Божие делает с небрежением тому грех. И так, и пошли дары перед ним, а он в ту ночь ночевал в стане, и встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих, и двух рабынь своих, и один сынов своих, и перешел через Иавок в брод, и взял их, перевел через поток. И вот 24 стих, и остался Иаков один. Теперь Иаков остается опять на молитву. Он исполняет ту заповедь Божию, когда Христос говорит, что не молитесь перед всеми людьми, чтобы они видели вас напоказ. Вообще Христос в Нагорной проповеди говорит, не делайте ничего напоказ. Как эти важны слова, такое впечатление, что иногда в нашей такой вот личной церковной жизни мы этих слов как будто не замечаем. Как-то все стараемся сделать напоказ. Сделали какое-нибудь социальное служение, обязательно о нем протрубили просто по всем средствам массовой информации. Сделали еще какое-нибудь доброе дело, миссионерское служение, протрубили тоже везде. По-разному можно делиться своим опытом. Одно дело хвостовство, а другое дело поделиться тем опытом миссионерского или социального служения. Здесь нужно быть очень аккуратными, чтобы доброе дело не погубить, как говорит Христос, что вы как фарисеи друбите перед собой. Так же и молитвенная жизнь. Должна быть и молитвенная, сокровенная жизнь. Как сказано, а ты когда молишься, войди в келью твою, закрой дверь за собой и помолись Богу в тайне, и Бог, видящий тайны, воздаст тебе явно. Иаков следует этому совету, он понимает, что сейчас ему необходимо остаться наедине с Богом, потому как подвергается опасности не только его жизнь, но жизнь всей его семьи. И остался Иаков один, и боролся некто с ним, если мы откроем книгу Септуагинта, то некто здесь сказано антропост, то есть и боролся какой-то человек, и человек некто, с ним до появления зари. И увидел, что он не одолевает его, коснулся состав бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Очень интересный прообраз здесь о Богочеловечестве Иисус Христе. Сначала сказано, антропост некто, то есть человек, а потом сказано, боролся с Богом. То есть он боролся, ему здесь явился еще не во плоти, как это будет порождение от Пресвятой Богородицы, сам Христос, но в виде ангела. Какое-то таинственное такое явление Божие, но он борется здесь именно со Христом, с Богочеловеком. И так и сказано, видите, некто с ним, то есть антропост, а потом сказано, ты боролся с Богом. И человеков одолевать будешь. Что это за борьба? Почему она происходит? Это снова и снова те слова. Сказано, Царствие Божие усилием берется. Почему Иаков не хочет отпускать? Потому что он не хочет уходить от Бога без благословения. Его молитва звучит не так просто, как часто у нас бывает в утреннем правиле, как мы читаем. Боже, милый Господь, мне грешен, Господи, я с вами Божий, по-быстрому, как-то везде-везде спешим. Нет, его молитва звучит от всего сердца, она звучит со всем вниманием. Он исполняет эти три важных условия, которых учит святитель Игнатий Бринчанинов. Так и говорит, что в молитве должны быть три условия. Внимание, благоговение и сокрушение сердца. Вот Иаков так молится, и он не отпускает Бога, пока не благословишь. И Господь говорит, я благословлю тебя, и утешает его, так как ты боролся со мной, будешь и одаревать человеков. Почему повреждается бедро? Сказано, что страдающий плотью перестает грешить. Здесь, конечно, у Иакова напористость, она правильная, благочестивая. Молитва звучит, как это и нужно, с вниманием, с покаянием, с сокрушением сердца. Но человеческое в человеке так или иначе тоже имеет свое значение. И, может быть, оно здесь превознемогало. И Бог, чтобы смирить его, повреждает ему бедро. Потом мы увидим, в дальнейшем будет сказано, что и исцелился Иаков от своей хромоты. Ну, по этому поводу есть много высказываний и у отцов церкви. Они пишут так, например, тот же Амвросий Медиаланский, святитель. «Борьба за добродетель», цитата. Итак, Иаков, который очистил свое сердце от всякой вражды и имел в себе чувство миролюбия, после того, как оставил все свое, остался один и боролся с Богом. Ведь всякий, кто пренебрегает мирским, приступает к образу и подобию Божия. Что же значит «боролся с Богом», как не начать состязание в добродетели? «Сойтись с более сильным, стать более лучшим подражателем Бога, чем прочие». И далее продолжает. «И поскольку веру его и благочестие остались непревзойденными, то Господь открыл ему сокрытые тайны, коснувшись состава бедра. В знак того, что из его рода» Здесь Амвросий Медиаланский открывает другую сторону этого, «что из его рода должен был произойти от Девы Господь Иисус, который подобен и равен Богу». Состав пораженного бедра знаменует крест Христа. Мы знаем, что это в человеческой анатомии, что это место называется крестец. Да, знаменует собой крест Христа, который, на самом деле, апостол Павел говорит, что необходимо подвязать истинное чресло ваше. «Которое будет спасением», знаменует крест Христа. И далее продолжает. «Которое спасением будет спасением для всех, распространив по всему миру прощение грехов, и который неподвижностью и сном своего тела дарует воскресение усопшим. Поэтому справедливо, что в солнце зашло, как мы видим, здесь была заря для Иакова, в чем роде высиял спасительный крест Господа. Подобным образом восходит и солнце правды для того, кто знает Бога, ибо Он свет вечный». Такое истолкование дает Авросий Яланский. «Почему хромота была, вот интересно, и хромал он на бедро свое?» Это у блаженного Августина. Смотрите, что он пишет. Цитата. «Поврежденное бедро Иакова означает дурных христиан, как это присутствует в нем, благословенным и охромевшим. Благословен в том, что касается ведущих добрую жизнь. Хромает в том, что касается ведущих дурную жизнь. Оба рода присутствуют в одном человеке. Они будут разделены и разлучены позже». Как сказано, один берется, другой оставляется. Евангелие от Матфея, 25, 32, 46. «Вот к чему стремится церковь. Как сказано в следующем псалме Давида. «Суди меня, Боже, и вступись в мою тяжбу с народом недобрым». Это так, поскольку Евангелие гласит. «Если же рука или нога твоя соблазняет тебя, отсеки и брось ее от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, не же с двумя руками, с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный». И продолжает, блаженый Августин. «Поэтому эти дурные люди должны быть отсечены в конце». То есть на страшном суде, в конце. «Хромает церковь на одну ногу, ступает твердо, другая же шатается». Посмотрите на язычников, братья. Иногда встречают они добрых христиан, служащих Богу, и в восхищении, и привлечении, привлеченные сами, обращаются. Иногда же замечают ведущих дурной образ жизни и говорят, вот они, христиане. Но эти дурно живущие принадлежат затронутому, пустому составу бедра Иакова, которая засохла. «Прикосновение же Господне есть рука Господа, очищающая и животворящая». Конец цитата. Такой видит прообраз в этом блаженный Августин. У отцов церкви на те или иные события мы можем видеть разные истолкования, но это не значит, что они спорят между собой. Это не значит, что это только, как сегодня модно, какие-то частные мнения и талаагумены. Вообще частное мнение, само слово «мнение» меня вот еще в 90-е годы, когда я делал первые шаги в церковь православную, учили, что иметь свое мнение — это дурной тон. Это как мнить о себе, то есть думать много о себе. Поэтому мы видим, что дурно живущие говорят, вот они христиане, но эти дурно живущие принадлежат затронутому пустому составу бедра Иакова. Поэтому отцы церкви, давая разные истолкования, они как бы наоборот дополняют, не противоречат друг другу, а дополняют то или иное событие. Итак, далее мы видим, что спросил Иаков, говорят, «Когда имя меняется Иакова, что значит будешь не Иаков, а Израиль?» Израиль означает «видевший Бога». «Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». «И спросил Иаков, говоря, скажи имя твое, он сказал, на что ты спрашиваешь о имне моем, и благословил его там. И нарекая вместо тому Пануэль, ибо говорил он, «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Действительно, здесь было чудное явление Бога Иакову в виде Бога-человека, в виде ангела, снова повторю, не то еще рождение богочеловеческое, но прообраз этого рождения чудного, которое состоится в день Рождества Христова от Пресвятой Богородицы, здесь только прообраз. Будем всегда помнить, что Священное Писание Ветхого Завета — этот детоводитель ко Христу, и, как говорит апостол Павел, что происходило с ними там, это были образы, которые во всей полноте обнаружили себя уже на Церкви Христовой и на Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе.